Девочки, всем привет! Записываю свой новый влог для вас. И хочу начать его с такой вот мимимишной пижамки с котиками. Смотрите, какая прелесть! Масочка в подарок при заказе мне была. Здесь шортики. И такая вот маячонка. Все это мне пришло в очень красивом пакетике. И даже мне девочка продавец положила такой небольшой подарочек. В виде шоколадки. Это очень мило. Я обожаю, когда такие вот мелочи в заказе. То есть хочется снова вернуться и что-нибудь купить у этого продавца. Я уже померила эту пижамку. Чуть позже я вам покажу ее на себе. Кто не знает, у меня страсть к пижамам. Я люблю такие хлопковые, очень удобные вещицы. Для того, чтобы в них было комфортно спать. Комфортно гонять по дому. Я не особо, конечно, люблю пенюары. У меня их тоже достаточное количество. Но все-таки я приверженец таких вот пижамок. Их удобно таскать по дому. В них удобно что-либо делать. Заниматься своими делами. И в принципе да. Что касается размера. Я заказала себе размер ML. И я, знаете, девочки, немного прогадала. Надо было брать размер S. Потому что видите, какая она широкая. Конечно, это не является каким-то минусом домашней одежды. Потому что она должна быть удобной. Но она и не идет в обтяжку. Конечно, кто не любит такие вещи, тот не будет доволен. Но в принципе мне это не критично. Просто буду знать, что в следующий раз у этого продавца я обязательно закажу размер S. Пижамки у нее разбирают очень быстро. Потому что очень классные принты. Вот это остались котики. Были еще короны. Были единороги. Были мишки, пироженки. Также есть варианты пошива со штанами. Обязательно себе закажу еще какую-нибудь. В общем, я безумно довольна. Кайфую от нее. Сейчас буду ее мерить. И обязательно вам ее покажу. Так, девочки, показываю вам свою пижаму. Новую. Вот повязка маска для сна. Я ее ношу как обруч. Вообще я не сплю в таких вот масочках. Мне неудобно. Мне очень давит глаз. И как-то мне не нравится. Я не могу. Мне некомфортно. Хотя в последнее время я приучила себя спать в хлопковых перчатках специальных. Наношу я обычно либо масло оливковое на наши ручки. Обязательно нужно наносить масло для того, чтобы кожа не сохла. Либо наношу ту маску, которую я вам показывала в пустых баночках. Парафинотерапия. Мне очень-очень она нравится. Ему уже все уши, мне кажется, прожужжало. На эту тему. Ну, собственно говоря, результат потрясающий. Именно с этими перчатками. Перчатки я как-то очень давно заказывала в Reflame. Потом их благополучно выкинула, купила в Ватсенсе. Они там продаются, кстати, и носочки тоже. Но в носках я вообще категорически не могу спать и не могу себя приучить. Хотя у меня безумно, безумно мерзнут ножки. Ну, что поделать. Ладно, отвлеклась я от темы. Вот такая вот пижамка. Вы посмотрите, как она села. В общем, конечно, верх мне немножко большеват, как видите. Вот мне кажется, так было бы в самый раз. Ну, такая свободненькая. То есть здесь вот видите такой вот бантик. Шорты тоже безумно удобные. В ней можно спать. Но я как-то предпочитаю все-таки гонять по дому. Маска мне очень будет удобно делать всякие различные. Наносить продукты на лицо. В общем, да. Такая вот я перед вами домашняя. Она безумно приятная к телу. Это стопроцентный хлопок. Вот поэтому, да. Моя пижама-мания на этом не заканчивается. Буду обязательно брать еще. Так, кстати, я перед вами без грамма косметики. Я сегодня только на почту выходила. Потом пришла, все смыла. Тональность смыла. Нанесла масочку. И сделала пачки. Вот поэтому, да. Так, что вам еще показать? Собственно говоря, сейчас вам еще покажу кое-что интересное. Так, девочки, делюсь с вами моими такими относительно новыми продуктами. Такой вот сюрприз прислала мне моя подружка. Вот, посмотрите, какая интересная маска. Это мой любимый банан. Я обожаю просто запах банана во всех средствах. Но, к сожалению, в этой масочке он больше был такой химозный. Но на действие маски это никак не отразилось. Вы знаете, очень приятный эффект. Единственное, здесь вот у нас 15 миллилитров я сделала один раз. И, как видите, здесь еще полно продукта. То есть, мне кажется, еще даже на шею хватит. Мне наносила я то так же на шею. И даже немного увлеклась под область, под глазами. Мьюти Дерм. Она у меня, к сожалению, даже пересохла. Настолько лицо ее впитало. Плюс она еще подсохла у меня немножко. Я с ней переходила. Вот действие маски, она именно направлена на питание. Вот как здесь заявлено, живление. Это действительно так. Она очень питательная. Вот мне кажется, на холода, на зимний период будет супер вещь. Если у вас кожа обезбоженная, сухая, то да, вот присмотритесь. И такой вот крем. Это просто для меня открытие. Потому что я никогда не обращала внимания. Я знала, что есть такая марка L'Apétit Merseille. Но дело в том, что я покупала только гели для душа. И то очень редко, когда, ну вот, не знаю, что-то мне хотелось новенького. Но чтобы крем для рук взять, я, честно говоря, даже внимания никогда не обращала. Я никогда не видела. Запах, девочки, просто божественный. Эффект невероятный. Я люблю увлажнять кожу рук постоянно. То есть даже когда там ночью я пойду попить воды, я обязательно намажу потом руки кремом. Вот у меня такой загон, если это можно так сказать. Я не люблю сухие губы и сухие руки. Вот для меня это просто дискомфорт жутчайший. И этот крем, настолько он суперовый. Этот запах, я вот как фаберлик, помню, штрудель с мороженым, вот просто он его зацмил. Это запах таких, знаете, орешков. Запах каких-то таких вкусненьких, я не знаю, каких-то вкусненьких таких вот ореховых конфет. Что-то такое. Вот у меня такие ассоциации. Очень хорошо напитывает кожу рук. И быстро впитывается. Нету этой липкости противной. Поэтому вот кто ищет свой идеальный крем, вот я теперь буду за ним охотиться, правда. Ну и масочка, конечно, тоже. Вот я, честно говоря, бьюти дерм. Не видела такой марки. Вот поэтому буду обязательно дальше ее использовать. Так, девочки, следующее такое включение будет исключительно для мамочек. Я уверена, что мне смотрит достаточное количество молодых мам. И я хочу вам показать такой вот столик. Это у нас икеевский столик. Там у них есть серия маммут, если не ошибаюсь. В общем, я заказала такую табуреточку, которая 30 сантиметров. И стол у нас 55 сантиметров. Очень легкий, очень просто, слаживался. Подойдет деткам до 3 лет. Меня покорил цвет. Я любитель желтого. Плюс, видите, шторки у меня в детской такие. И вообще у меня мебель разноцветная, желтый шкаф. Поэтому стол, я когда его увидела, я не смогла пройти мимо. Я его заказала. К сожалению, у нас в городе, да и в принципе, по-моему, если не ошибаюсь, даже в Киеве нет икеа. И, к сожалению, я когда жила в Москве, я очень любила туда ходить. Это просто магазин мечтах. Я хочу там все. Вот, но, слава богу, у нас есть девочки, которые занимаются прямыми поставками из Европы, то есть из Польши. Можно заказать любую вещь по каталогу. Это просто отлично. Я висла на их страничках, постоянно что-то заказываю. Вот, и плотно я присела в последнее время. Не смогла я пройти мимо этого столика. Смотрите, какой он жизнерадостный и живописный. Просто супер. Также для своего карапузика я заказала такой вот набор для еды. Я его только что сполоснула. Мы уже активно его юзаем. Такая вот чашечка, ложечка. Но ложечка скорее подойдет для прикорма. То есть нам эта ложка уже не подходит. Потом такой вот стаканчик. Для компотика, сока, водички. И такой вот нагрудный свинявчик. Вот эта вещь просто огонь. Когда малыш кушает, все, соответственно, все остатки пищи, все там. Все размазывается у нас. Ну, в общем, кто мамочки, те меня поймут. Поэтому я очень довольна этим набором. Стоил очень бюджетно. Порядка 120 гривен. Стол я заказывала по скидке. Мне обошелся в 750 гривен. По-моему, это просто отличная цена. Так, девочки. Делюсь с вами по-быстренькому своими посылками, которые были с Алиэкспресс. И, правда, совсем немножко, но да. Насколько вы помните, я вам показывала уже вот такую вот мишку в детскую на шторке. Я себе заказала еще, ну как себе, ребенку. Заказала розовый цвет. В общем, не знаю, как он будет вдвоем гармонировать. Поэтому хотела изначально взять два голубеньких, но посмотрите, какое милашество. Я не смогла просто мимо него пройти. Заказала розовый. Теперь у меня на обе стороны будут, так сказать, мишки. Вот. Смотрите, кстати, у меня новый маникюр. Вот такой в стиле а-ля Виктория Сикрет. Розовый с белым. Вот. Так что сегодня только что буквально вернулась. Так что теперь у меня вот такой вот тандем на шторах. Смотрите, какая прелесть. Вообще бомба. Так. Что еще с Алиэкспресс? Потихоньку я готовлюсь к Новому году. Заказала себе вот такие вот формы для имбирного печенья. Может быть, даже не для имбирного. Я еще не решила. Потому что, я вам скажу, я еще тот пекарь. Я не совсем умею печь печенье, пироги. И, в принципе, печь я не умею. Я вам так скажу. Я, конечно, много раз пробовала. Но, к сожалению, это не мое. Максимум я могу испечь запеканку и шарлотку. Вот все, что я умею печь. Но нужно учиться. Нужно чему-то новому обязательно обучаться. И я буду пробовать в этом, в эти рождественские праздники, испечь печенье. Вот. Так что, да. Я только пришла, кстати, переоделась. Да. Тут у меня кот отдыхает. Так сказать, на моем туалетном столике разложился. Вот. И две формочки. Это такая вот штучка, да, палочка и имбирный человечек. Кстати, стоили не очень бюджетно. Где-то полдоллара. Дальше. Такие вот штуки я вам наглядно принесла показать. Вот так вот это все дело выглядит на бокальчике. Смотрите, как мило. Мне кажется, просто супер. В наборе их было, по-моему, 10 штук. Тоже стоили порядка полдоллара. Они бумажные, вот, одноразовые, наверное. Но, мне кажется, очень круто смотрится. Смотрите. За такую цену просто грех не купить и не украсить. Да, такие вот мило, но, так сказать, со вкусом. Поэтому пока еще есть время. Заказывайте, девочки, обязательно. Так. Тут у меня книжные покупки. Давайте я вам покажу на кровати. Не знаю, будет видно или будет. Так, сейчас я распопаю ее. Одной рукой попробую. Да. Так, всего я заказала три книжки. Заказала, прежде всего, именно из-за этой книги. Это у нас Робин Шарма. Я очень хотела эту книгу, но на странице в Инстаграме, к сожалению, меня кто-то опередил и уже купил эту книжку. Поэтому я очень расстроилась, но нашла на Улыксе. Вот. Значит, это у нас Робин Шарма. Я обожаю его книгу «Монах, который продал свою Феррари». Я ее перечитывала раза три, и постоянно я нахожу что-то новое в этой книжке. Какие-то новые мысли, новые правила. Поэтому, девочки, я вам искренне советую. Вот, кто не читал «Монаха», обязательно прочитайте. У вас что-то в голове переключится, поменяется. Вот, если хотите. Правда, я уже много раз спрашивала и не делала обзоры. Я с наступлением осени и зимнего периода обязательно читаю. Много читаю, так как я нахожусь дома практически. К сожалению, у меня очень мало свободного времени сейчас, но я стараюсь выделять утром либо вечером. Перед сном у меня обязательно мое правило — это чтение книги. Хотя бы 15-20 страниц минимум я должна прочитать в день перед сном. Это вот просто непоколебимое. Как бы я не уставала, как бы мне не было плохо, грустно, скучно или хотела спать, это обязательно, это отключает мой мозг, это уносит меня в какую-то другую реальность, это как-то раскладывает мои мысли по полочкам. Поэтому это обязательно. И все-таки я поняла, что мне очень удобно дома именно читать книги, именно в книжном, в реальном формате, в бумажном, чтобы можно было пощупать, можно было ее понюхать, можно было ее подержать в руках. Это обязательно. Поэтому да, я заказала именно вот в таком варианте бумажном. Далее. Очень много я слышала про эту книгу. Это психологическое акидо. Девочки, кто читал книги, которые я показываю, обязательно мне напишите, будет интересно ваше мнение. Значит, она очень тонкая, очень такая, да, тщедушная, я бы сказала. Мне кажется, я быстро ее почитаю. Вот психологическое акидо – это о том, как защищаться, да. Я так думаю, я еще, правда, превью не читала. Вот как вести спор со своим оппонентом, как ему противостоять, отстаивать свою точку зрения. И эта книга мне очень, надеюсь, поможет. Она мне нужна по той простой причине, что я за собой замечаю неумение сказать человеку «нет». Я не знаю, это чрезмерная доброта, это чрезмерная мягкость, это отсутствие какого-то стержня или характера. Я не знаю, в чем причина, я в этом еще не разобралась, но мне бывает порой очень тяжело отказать, особенно близким, особенно людям, которых я к себе подпустила. Таких людей немного, но тем не менее. Я сейчас не беру в расчет родственников, да, мужей, детей и тому подобное, родителей. Я сейчас беру именно каких-то своих людей, да, подруг, хотя у меня подруг практически нет, но тем не менее те девочки, которых я могу назвать подругами, да, мне вот тяжело отказать. Да и в принципе, да, вот очень замечала, когда я работала в офисном, да, в государственной организации, в офисе, грубо говоря, я тоже не могла отказать, в ущерб себе. Я сидела до 10, до 11 ночи, я делала не свою работу, только потому, что я хотела помочь своим коллегам. Поэтому я не считаю, что это правильно, я не считаю, что это хорошо в некоторых случаях, и в жизни нужно именно уметь говорить «нет». Я надеюсь, что эта книга мне очень поможет. Вот, я узнала о ней в одном вебинаре, очень приятной девочке, она живет в Санкт-Петербурге, я не помню уже ее имя, где-то на нее подписано в Инстаграме, я уже ее не смотрю, раньше я просто увлекалась ее техниками, ее какими-то приемами, даже помню, делала такой обряд, как соль, очищение в соли. Я брала таз, вставала в этот таз и стояла 15 минут там. Я уже не помню, как правильно делать эту технику, нужно найти в своих волшебных блокнотах, но я делала это каждый день перед сном. Не знаю, действенна, не действенна, но я очень сильно в это верила. Я верила в то, что меня это очищает и улучшает мою жизнь. Поэтому да. Вот, поэтому, собственно говоря, будет интересно ее прочитать. Далее, книга «Нашумевшая», я уверена, вы ее многие уже читали. «Пять языков любви». Я скачиваю ее как-то в электронном варианте, но я поняла, что именно эту книгу я хочу прочитать вживую, в печатно-бумажном варианте. Поэтому да, будет очень интересно ее прочитать. В электронном варианте я сейчас читаю Ника Вучича. Я хотела его заказать бумажным, но, к сожалению, у той девочки не было в бумажном варианте. Поэтому я ее с легкостью нашла в программе в iBooks, да, и скачала себе. Вот сейчас читаю «Жизнь без границ. Очень клевая книга». Для людей, которые в депрессниках, которые сейчас вот не могут справиться с какой-то хандрой, вот всем советую Ника Вучича. Обязательно прочитайте. Вот, поэтому очень-очень я довольна. Буду читать. Я не знаю, насколько мне этого хватит. Опять же, повторюсь, очень мало свободного времени на книге, но я обязательно буду стараться. Так, и последнее, что я вам покажу, это будут покупки с вот такого вот магазина «Клевер». Я не знаю, девочки с Украины, напишите там, если у вас какие-то другие города. Вот в Запорожье у нас есть такая сеть. В Днепропетровске я не видела, в Донецке я не видела, когда там жила, где я еще бывала. В принципе, больше я особо нигде не бывала. Во Львове тоже не видела «Клевер». Наверное, это наша какая-то торговая марка, не знаю. В общем, там я купила вот такие вот перчатки. Девчонки, до смешного доходило, я не могла нигде найти красные перчатки. Они мне были очень нужны. Конечно, я хотела длинные, потому что шубки и пальто у меня с укороченными, три четверти рукавами. Но длинных, к сожалению, не было. Я думаю, возьму хоть какие-то, потому что это же невыносимо. Под разные образы, тем более, вот я притащила, у меня такой берет есть красный. Я его иногда ношу. У меня вообще ничего красного не было. Был какой-то шарфик. Очень хотела я перчатки. В идеале, конечно, я хочу длинные. Не знаю, где найти, где заказать, где отыскать. Вот, собственно говоря, безумно довольны. Они теплые, они на такой вот в лесовой основе. Ручки мерзнуть не будут. В общем, безумно довольны. Стоили весьма бюджетно. Стоили, я вам сейчас даже покажу, 86 гривен. Вообще цена огонь. И еще вдобавок я взяла такую вот сумку. Она тоже была минус 50%. Вышла вообще, девочки, очень-очень бюджетно. Конечно, это не кожа. Но, так, я еще не знаю, как ее открывать. Буду разбираться. Не буду сейчас ломать себе ногти свежесделанные. В общем, ну, обычная сумка. Я ее брала именно там на выход под вот эти вот все вещи. Под красные перчатки, под красный берет. И есть у меня красные ботинки. В идеале я хочу себе красные сапоги высокие. И, думаю, с этой сумкой у меня вообще не было никакой красной сумки. Просто капец. Есть такая цвета Марсела, да, или как это называется. А красной не было. Вот именно хотела такая вот такой маленький чемоданчик. И я безумно довольна. Что касается, да, таких прям гламурных и дорогих сумок. Да, я считаю, что обувь и сумки должны быть дорогими. Но я не смогла сдержаться и не купить, да, такой вот, ну, знаете, как бы перебиться. У меня какой-то специфический вкус на сумке. Я не знаю, вот, девочки, напишите, как у вас. Но мне не нравятся всякие модели типа а-ля... Сейчас напишут все, как ты называешь бренды. Ну, нет, мне не нравятся все разные Шанель, вот эти реплики или не реплики, или, ну, вот, Диоры. Ну, я понимаю, что, может быть, это классика, но мне как-то они не вставляют. Мне очень тяжело найти сумку. Сумку мечты, которую вот у меня я смотрела, и у меня был бы какой-то оргазм от нее. Вот, ну, нету. Поэтому, ну, вот, покупаю, который более-менее мне нравится. Ну, мне кажется, такая весьма прикольная. Не смотрится как-то дешмански. Поэтому я ее, так сказать, взяла. Так, вроде бы все я вам показала. Все свои маленькие, небольшие покупочки. Вот, обожаю. Вот у меня сейчас прет красный цвет. Буду носить с удовольствием. Напишите, что, как вам, что. Возможно, у вас есть какие-то комментарии, какие-то запросы. Буду очень рада читать. Я с удовольствием читаю каждый раз все ваши ответы. И рада, когда вы мне пишете в Инстаграм. Безумно рада. Меня это вдохновляет, заставляет шевелиться и что-то снимать для вас. Так что пишите. Будем дружить, общаться. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...